Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал на YouTube, оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Ну что ж, к событиям на финансовых площадках. Вчерашний день, особенно его вторая половина, стала очень значимой для всех секторов рынка, фондового рынка, для рынка Форекс, для сырьевых активов, потому что именно под конец вчерашней торговой сессии мы и увидели самые мощные движения. К сожалению, из-за этих движений американская валюта смогла получить поддержку, укрепилась и это привело к распродажам рисковых инструментов. То есть мы наблюдали за теми тенденциями, которые не были нужны нам, поскольку мы ставили на ослабление курса доллара и, соответственно, восстановление рисковых активов. Ну ладно, обо всем по порядку. Давайте начнем с рынка нефти, который пока что держится на тех уровнях, которые были бы необходимы покупателям для того, чтобы сохранить восходящую установку на дальнейшее движение, на рост 4202. Это по Brent. Друзья, я думаю, что Brent окажется повыше и вижу для этого несколько фундаментальных причин. Ну, во-первых, это, в принципе, уже забытая тема с тем, что Трамп отхватил коронавирус и за вероятные последствия негативные для всех площадок из-за того, что коронавирус мог бы привести к негативным последствиям для Трампа как кандидата на пост президента, мог бы устранить, как бы его вывести из строя непрезидентской гонки и, соответственно, усилить еще больше лидерства Байдена. Поскольку у нас нет таких рисков, я думаю, что не будем сами додумывать, как переживает Трамп коронавирус. Если его выписали, значит, наверное, есть для этого предпосылки. Второй фактор поддержки для котировок нефти – это забастовка на ключевых норвежских месторождениях. Друзья, на данный момент производство нефти снижено уже на 300 тысяч баррелей. Это фактически 10% дневного производства. Третья причина. Мы ждем сегодня данные по запасам нефти США в 17.30. Традиционно выйдет этот релиз. Я, опять же, настраиваюсь на то, что, скорее всего, запасы снизятся. И при снижении запасов у нас будет еще одна причина ставить на укрепление котировок черного золота. И еще один фактор – это продолжающийся сезон, активный сезон, самый активный с 2005 года – сезон шторма в Мексиканском заливе. И сейчас трейдеры следят за ураганом Дельта, который по последствиям может быть сопоставим с ураганом Сальма, который мы разбирали буквально не так уж и давно. Если он приведет к разрушительным последствиям и станет причиной снова при остановке объемов нефтепроизводства нефтедобычи в Мексиканском заливе, то, соответственно, сокращение добычи ключевыми американскими нефтепроизводителями также станет фактором продержки для котировок нефти. В общем, фон достаточный, друзья, для того, чтобы сейчас не отказываться от длинных позиций. Я думаю, что можно пока их держать и особо не переживать. Индекс американской валюты. Большую часть дня, друзья, мы котировались, торговались ниже 93,5. В принципе, я был абсолютно уверен, что день может быть закрыт гораздо ниже тех минимальных значений, которые мы видели. Но вот снова активность Трампа, его твит о том, что он поручил представителями Белого дома прекратить переговоры с лидером Палаты представителей США Нэнси Пелоси по вопросу новых фискальных мер поддержки экономики. Последнее предложение Белого дома было на 1,6 триллиона долларов. Пелоси это предложение не приняла. Собственно, демократы настаивали на том, что помощь должна быть более обширной, 2,2 триллиона. Но Трамп отметил, что позиция демократов определена тем, что большую часть этих денег они хотят отправить на поддержку бюджета в тех регионах, где, собственно, представлено о костях их электората. И эти средства не будут расходоваться на поддержку нуждающихся отраслей, которые пострадали из-за последствий пандемии COVID-19. Соответственно, трейдеры, которые ставили на то, что Конгресс согласует новые меры экономического стимулирования, в моменте были разочарованы. И та реакция рынка, которую мы наблюдали, она стала нормальной на вот это разочарование. Потому что, если Конгресс не даст экономике новые деньги в ближайшее время, то, соответственно, это может привести к необратимым последствиям для американской экономики. Потому что, как мы знаем, сейчас Штаты продолжают сталкиваться с проблемой распространения коронавируса. Снова количество ежедневных случаев заболевания превышает 40 тысяч. Это фактически пиковое значение. Как быть дальше? Друзья, не стоит особо расстраиваться. Потому что, по комментариям Трампа к вопросу новых мер фискального стимулирования, Конгресс США и Белый дом обязательно вернутся позже, в этом году, после президентских выборов. Главное, что нужно только ждать. И еще один важный нюанс. Вот нас, прежде всего, интересовал законопроект касательно прямых выплат пособий нуждающимся безработным. И Трамп вчера прокомментировал, что попробует протащить через Конгресс этот законопроект в ближайшие несколько недель. То есть до президентских выборов. Короче, надежда на то, что эти меры, нужные нам меры, этап стимулирования для безработных, эти надежды сохраняются. Я не отказываюсь от позиции короткой по американской валюте. И вам, друзья, не рекомендую этого делать. Сейчас важно посмотреть, как рынок будет работать с немного изменившимся фундаментальным фоном. Посмотреть, как будет закрыта эта неделя. Если что-то существенное в плане динамики доллара в направлении ненужном для продавцов произойдет, мы вернемся к этому на следующей неделе и посмотрим, как быть, стоит ли пересматривать свои ожидания по дальнейшему снижению позиции доллара. Что касается выступления Павла вчера, то ничего нового он не сказал. Понижательные риски для экономики сохраняются. И, в принципе, можно использовать это, опять же, для того, чтобы ставить на снижение курса американского доллара. Золото из-за восстановления американца вчера скорректировалось снизу. 1882 доллара за тройкунцию, друзья. Но здесь тоже особо без комментариев. Вчера мы видели локальную реакцию на новость, которую никто не ожидал. Но я не вижу каких-то причин сейчас, чтобы мы с вами отказывались от тех самых ожиданий по баксу и, соответственно, ожиданий по росту котировок золота. Евро против доллара 1.1732. Держу по-прежнему длинную позицию. По фунту то же самое, что и раньше. Лучше не лезть сейчас в трейдинг по британцу, потому что до 15 октября остается все меньше и меньше времени. И в любой момент могут прийти новости. Действительно, как положительные, так и негативные по Брэкзиту. Чтобы не попасть в эту фундаментальную новостную неразбериху, которая по влиянию на фунт будет крайне значимой. И фунт точно может в моменте показать движение по 100-150 пунктов. Лучше пока не торопиться. С ковидом в Англии все по-прежнему так же плохо. Больше 15 тысяч случаев дневного заболевания. И вполне возможно, что в Англии придут к новым мерам ограничения. Индекс Dow Jones держим, друзья, длинную позицию. По австралийцу вчера мы комментировали ситуацию. 0,7116 сейчас котировки. Все-таки под, опять же, конец торговой сессии влияние решения Резервного банка Австралии оказало давление на австралийцев. Потому что трейдеры заострили внимание на возможности дополнительных мер поддержки со стороны Резервного банка Австралии. Но этот фунт сегодня уже никакого влияния на австралийца не имеет. Как только мы дождемся снова распродаж по курсу доллара, разумеется, австралийц пойдет вверх. Друзья, на этом все. Всем большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.